Здравствуйте! С последними событиями к этому часу новости на телеканале ННТ в студии Махач Курванов. Обвал на дороге республиканского значения. Участок автодороги Магарамкент-Ахты-Руту наказался под завалом горных пород. Короткая дорога через Кубар востребована туристами и обделена властью. Почему? Выясняли наши корреспонденты. Глотаю эту пель. Сколько можно так-то петь? Меня заранее туда укроп заводят, вот эта обстановка. Оставляйте комментарии, мы рассмотрим. Махачкалинская мэрия придумала новый способ борьбы с коррупцией в школах и детсадах. В случае получения сигналов о коррупционной составляющей, при приеме в школы и детские сады Махачкалы, вы можете в комментариях под этой публикацией оставить символ в виде знака «плюс» для сохранения вашей конфиденциальности. И мы обязательно дополнительно свяжемся с вами для витализации и моментального реагирования. Пять тысяч абортов в год и это в Дагестане. Как уменьшить их число и повысить рождаемость, обсуждали эксперты. В Дакуспаринском районе произошел обвал горной породы. В результате перекрытой оказалась автодорога республиканского значения Магарамкент-Ахты-Рутул. Повреждены асфальтобетонные покрытия проезжей части, набочина и элементы обустройства дороги. Транспортное сообщение прервано с населенными пунктами Ахтынского и Рутульского района. На месте работает дорожная техника. Нечем дышать. Жители села Хубар Казбековского района жалуются на пыль, которая отравляет им жизнь. Все дело в том, что через этот аул по гравийной дороге большое количество туристов каждый день проезжают к одной из смотровых площадок. Люди просят власти асфальтировать участок. Это, по их словам, помогло бы создать комфортные условия как для туристов, так и для местных горцев. Ситуация разбиралась по темам Ханапова. Чистый горный воздух здесь давно поглотила густая пыль. По гравийной дороге впритык от жилых домов машины мчатся на большой скорости и беспрерывно это доставляет массу неудобств местным жителям. Везде, куда ни пойти, вот она пыль. Вот она пыль. Везде и всю. Посмотрите на виноград. На виноград посмотрите, он весь пили. Столько выращивали, столько делали, столько поливали, ухаживали, а есть не хочется. Моешь, все равно пыль остается. По словам людей, здесь в день проезжают не менее 200 машин с туристами. Люди не то, чтобы против приезда гостей, даже напротив за, но хотят, чтобы власти, думая о туризме, не забывали и о проблемах коренных жителей. Туризм мы любим, туристов тоже любим, но пыль невозможна. Честное слово, я живу вот рядом с этой дорогой, вот первый дом, у меня первый дом. Невозможно дышать. Через село прокладывается путь к одному из важных туробъектов. К смотровой площадке, откуда открывается невероятный вид на Сулакский каньон. Здесь рядом же в лесу находятся и базы отдыха, куда массово съезжаются люди со всей страны и не только. И они отмечают, дорогу бы асфальтировать стоило. Ну, еще машина выручает, я в плане того, что пока на внедорожниках, может скоро на Ламборгини будем к вам ездить, дороги сделаете. Соответственно, дороги восстановятся, туризм попрет. Очень красиво здесь, очень шикарные места, красивые пейзажи, но немного хотелось бы получше дорогу, чтобы было комфортнее добираться до каньона, чтобы больше получать отдыха от дороги, от времяпровождения. Я здесь с супругом и мы привезли гостей с Москвы. Они тоже возмущены, что дороги нет. Трясемся сильно. У нас тут массаж просто. Я что хочу сказать. Здесь неимоверно красиво, но подводит дорога. Пусть прокладывает дорогу, если они хотят развивать туризм. В сельской администрации рассказывают, что несколько лет назад сюда даже приезжала правительственная делегация и обещала включить участок дороги в республиканскую программу. Однако теперь по непонятным причинам прокладывать асфальт к смотровой площадке будут, но по другому пути. Обычно большое количество людей ездят отсюда только. Но почему-то, я не знаю, начальство определило через Делим и Гертма. Говорили, что будем делать эту дорогу первоначально. А теперь нас или кинули, или не знаю, как вам объяснить. Мы уже на второй план. Если сравнить километраж, логичнее было бы ремонтировать дорогу к смотровой площадке через Хубар. Отсюда к Турабекту всего 13 километров, а через Делим и Гертма около 18. Кроме того, транспортный поток по этому участку также сравнительно выше. Но Министерство транспорта Дагестана посчитало, цитата, наиболее эффективным с точки зрения развития туризма, а также муниципального района проложить асфальт по другому пути. По каким критериям определялась эта эффективность, в письме не сказано. Туризм – это хорошо, но туризм и хорошие дороги еще лучше, учитывая тот факт, что о развитии отрасли у нас сейчас говорят все или почти все, не мешало бы заняться и созданием комфортных условий для приезжих, не забывая о комфорте и местного населения. Батимент Ханапов, Магомед Магомедов, Новости ННТ, Казбековский район. Кадровые изменения в энергетической отрасли региона. Новым директором Дагенерго назначен Максим Долголев, который до этого возглавлял Махачкалинские горы электросети. Его уже представили коллективу. Известно, что трудовой путь в компании Россети Долголев начинал в 2020 году советником заместителя гендиректора по безопасности. Очередную незаконную свалку площадью около 1 гектара обнаружили в Кайкенском районе. На этот раз на землях сельскохозяйственного назначения, вблизи села Сагаси-Дейбук. Набор стандартный. Строительный мусор, сломанная мебель, испорченная техника, а также пищевые отходы. Найти нарушителей удается крайне редко. В большинстве случаев затраты на ликвидацию несанкционированного полигона несет муниципалитет. Ростельхознадзор вынес к главе поселения предостережение о недопущении подобных фактов. В административной территории Сагаси-Дейбук было выявлено свалка бытовых производственных отходов. Написано обследование земельного участка, отобран отбор пробы, дано предостережение. После ответа, полученного в лаборатории, будет принять мебель. К другим темам. Мэрия Махачкалы придумала самый простой и, по их мнению, и действенный способ борьбы с коррупцией в детсадах и школах города. Пошаговую инструкцию для детей и их родителей озвучила заместитель городоначальника Эмилия Раджабова. Уважаемые родители будущих школьников и дошкольников, мы создаем дополнительные ученические места, чтобы наши дети могли получить достойное образование. Уже началась приемная кампания в школы и сады. Хотим предостеречь вас от попыток вступления в коррупционные схемы с обеих сторон, как работников общеобразовательных организаций, так и вас. Для адресного реагирования в случае получения сигналов о коррупционной составляющей при приеме в школы и детские сады Махачкалы, вы можете в комментариях под этой публикацией оставить символ в виде знака «плюс» для сохранения вашей конфиденциальности. И мы обязательно дополнительно свяжемся с вами для детализации и моментального реагирования. В Махачкале продолжается демонтаж самовольно установленных рекламных щитов. Накануне ночью вдоль старой Каспийской трассы специалисты разобрали конструкции без правоустанавливающих документов. По словам сотрудников городской администрации, такие вывески и баннеры не только портят внешний вид города, но могут стать и причиной ДТП, испортить фасады и крыши зданий, а неправильное крепление может привести к несчастным случаям. Мы продолжаем реализовывать комплекс мероприятий по демонтажу незаконно размещенных рекламных конструкций на территории города Махачкалы. Сегодня работа проводится в микроэронии редукторы по старой Каспийской трассе. Работы будут продолжены в первую очередь на всех центральных магистральных городах. Далее смотрите рубрику «Дайджест», продолжим после. Ударил девушку из-за стула. Конфликт произошел между жителями Кумтаркалинского района. 20-летний молодой человек был недоволен тем, что магазин закрывается, и его просят встать со стула и уйти. Просьбу продавщицы он выполнил, однако продолжил ссору. В ходе выяснения отношений подозреваемый нанес ей телесные повреждения. Около 30 кустов культивированной конопли изъяли полицейские на окраине села Маджали с Кайтакского района. Наркосодержащие растения принадлежали 48-летнему местному жителю. Подозреваемого задержали и доставили в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело. Обвиняемый в мошенничестве, экс-футболист Анжи Махач Гаджиев доставлен в Дагестан в сопровождении полицейских. Его допросили в отделе полиции по советскому району Махачкалы, где он рассказал, что продал иномарку, которую одолжил у друга, а вырученные деньги вложил в строительный объект. Дагестану выделят более 20 миллионов рублей на ремонт гидротехнических сооружений. Правительство России направит финансирование трем регионам на проведение капитального ремонта гидротехнических сооружений. Обновление и укрепление гидросистем должно обеспечить их нормальную работу во время сезонных палатков. Уменьшить число абортов и повысить рождаемость. В Республиканском центре охраны здоровья, семьи и репродукции проходит акция «Подари мне жизнь». Ежегодно в Дагестане, по словам специалистов, регистрируются около 5000 абортов. Прервать беременность вынуждают медицинские показания, личные желания или жизненные обстоятельства. Однако врачи убеждают, это не проходит бесследно для физического и психологического состояния женщины. Именно поэтому до 23 июля в центре проходят Дни открытых дверей. В рамках проведения акции будут проведены следующие мероприятия. Консультация врачей, кушерогинекологов и андрологов по всем вопросам охраны репродуктивного здоровья, а также о современных методах контрацепции. Информирование населения о медицинском, нравственном и этическом вреде абортов. Распространение наглядных информационных материалов и демонстрации видеофильмов. В России по статистике в интернет-запросе, как сделать аборт, ищут до 30 тысяч человек в день, а как предотвратить нежелательную беременность, всего 10 тысяч. Хотелось бы отметить, что аборт не должен быть методом регуляции рождаемости. Поэтому ждем вас в нашем центре для грамотной консультации с нашими специалистами. Среди проблем здоровья населения, одним из основных проблем, это проблема абортов. Аборт — это единственное медицинское вмешательство, итогом которого является не улучшение состояния здоровья, а наоборот наносит огромный вред. Это во-первых. Во-вторых, пациент второй лишается жизни. Аборт — это психологическая травма, это риск серьезных осложнений, которые наблюдаются и во время проведения операции, а также на поздних ее этапах. Самым важным осложнением после аборта являются бесплодие, невынашивание, где страдает каждая треть женщина. Два третьих мертвого рождения связаны с последствиями аборта. У каждой десятой женщины возникают воспалительные заболевания женских половых органов и ряд других гинекологических заболеваний. Спорт — занятие, доступное всем. В Каспийске во дворце спорта имени Али Алиева стартовала спартакиада специальной Олимпиады России по бадминтону, юнифайт-бадминтону, волейболу, юнифайт-волейболу и дзюдо. В соревнованиях принимают участие 158 спортсменов из разных регионов России. Особенность таких Олимпиад в том, что организаторы занимаются физкультурно-оздоровительными мероприятиями и проведением соревнований для людей с нарушением интеллекта. Хочу вам пожелать, ребята, это, конечно, спортивного мастерства, чтобы вы показали свой лучший результат, уехали довольны, заслуженными наградами. Конечно, специальная Олимпиада у нас задача не выявить сильнейшего, а чтобы каждый проявил себя в рамках своих сил. И у нас все победители. Поэтому я вам желаю не только спортивным проявить себя, но и также получить довольствие, найти новых друзей. Ну и, конечно, вам желаю здоровья, огромного здоровья в наше время. Это все на сегодня. Оставайтесь с ННТ, не переключайтесь, смотрите наши новости до сания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова